Всем привет! Продолжаем играть в Моровинт. Находимся мы возле форта Иниевой Бабочки. В предыдущем эпизоде мы миром разрешили вопрос контрабанды оружия. И сегодняшний эпизод мы начнем с того, что будем лутаться. Искать что-нибудь интересное здесь. Что-нибудь интересное должно быть. Многообещающий замочек 90 уровня. У нас есть свиточки. Есть конечно штанишки. Давайте на реиспользуем их. Так, ну здесь всего лишь золотишко. Также я хотел бы поменять горячие клавиши наконец-то. На первую кнопочку мы поставим призыв, наверное, алчущего. На вторую кнопочку бутылки. А на третью, наверное, заключение. Вот это коротенькое. Хотя почему коротенькое? Ну пусть будет так, ладно. Для экономии маны. Сразу же тестируем. Все прекрасно работает. Здесь нам алчущие не понадобится. Здесь остались недобитые крысы. На них, я думаю, вполне достаточно будет колонфира. Идем смотреть дальше. Что здесь есть? Тут скелетик. Тело. Тело. Совершенно неинтересное. Стандартное восстановление здоровья. Для нас достаточно бесполезное. Увеличение силы. Здесь еще один скелетик. Смотрите-ка. Хамелеон 20% на 10 секунд. И светоч 20 пунктов. Тоже на 10 секунд. Но тоже я не буду его брать. Что нам даст эти 10 секунд? 20%. Так, а вот она и крыска. Ну, для колонфира она не соперник, разумеется. Так, только вот он встал. Тут неудобно. Здесь у нас зелье невидимости 30 секунд. Тоже я не буду его брать. Еще одна крыса. Готово. Ну и сундуки. Конечно же сундуки. Давайте используем заклинание. Стальной арбалет. Кольцо. Увеличение колдовства. Еще одно. По-моему, у меня уже было такое. Да, у меня теперь их два. То есть я на 20 пунктов могу приподнять колдовство. Обещал я попробовать вызов святоши. С помощью этого завышения. Видимо, пришло время. Ну, не прямо сейчас, а когда мы встретим какого-нибудь противника достойного. Я думаю, что в скором времени это случится. Блин, 80 пунктов. Что ж такое-то? А главное, что совершенно ничего ценного там за этими замками нет. Щит 15 пунктов, но всего на 10 секунд. Поэтому смысла никакого нет. А вот это уже интересно. Колдовского огня. Уменьшение здоровья. На здешних врагах... Кстати, у меня такое уже было. На здешних врагах это, конечно, нам мало пользы принесет. О, ценное колечко. Но, возможно, какую-нибудь мелочевку пострелять. Или сагрить кого-нибудь. Мы сможем. Еще один вояка. Он тоже не хочет с нами разговаривать. И здесь... О, еще одна крыса. А кланфир нас как раз покинул. Не вовремя. Давайте его еще раз призовем. Тут, в принципе, стандартная достаточно гробница. Еще одну крысу надо сагрить. Еще он застрял. Тут должны быть сундуки. С замками 50-го уровня. Вот он. Ожидание меня не обманули. Так, молоточки забираем. Монетку забираем. Зелья не забираем. Но стол грим сейчас сломать мы не можем. Разумеется. Так. Дьявольская катана. Смотрите. Призвать длинный меч. Ледяной щит. Ну, блин, всего 3 пункта. И на 10 секунд. Было бы полезно, если бы щит был побольше. И... Ну и все, собственно говоря. Это нам не надо. Это... Нам, пожалуй, тоже не надо. И ничего этого нам не надо. Идем на выход. Забираем нашего Люсиуса. И отправляемся в форт. А в форте, как мы знаем, нас ждут неприятные известия. Мы видим, разрушения какие-то произошли. Дневник дополнен. Сейчас Люсиус тоже удивится, когда придет. Давайте подождем его. Да подожди, ничего пока не хочу. Холло такой, смотри. Что-то здесь не так. Форт был атакован, пока нас не было. Мы должны немедленно найти капитана Кариуса. Ну, давай попробуем найти капитана. Ну, я, конечно, знаю, что никакого капитана здесь нет. Поэтому давайте поговорим с этой подругой. А, нет, она по другому заданию. Так, это Люсиус, подожди. Охранник, вот. Найди Арторию, говорит. То есть намекает, что капитана нет. Арторию мы сможем найти здесь в верхних помещениях. Главные помещения, верхний уровень. Подождем Люсиуса. И вот она, собственно, Артория. Это точно. Но прежде чем разговаривать, давайте посмотрим на ее уровень. Уровень у нее 50-й. Сторожник и агент. Имперский регион. То есть она больше уровнем, чем Люсиус. Естественно, она лучше как боец. Нам об этом говорили. Твари, говорит, захватили капитана во время битвы. Кто-то должен найти капитана. На форт было совершено нападение. Это были какие-то волкоподобные создания. Я не знаю точно, как это произошло. Силы были неравными. Но солдаты сражались мужественно. Особенно капитан. Когда все было кончено, он исчез. Я не видела, как он пал. Поэтому я предполагаю, что он все еще жив. Я думаю, что эти дикари из деревни Нордлингов могли иметь к этому какое-то отношение. Ты должен найти его. Это стадо дикарей, живущих в северо-восточной части острова. Скоалы, как они себя называют. Я отмечу их деревню на твоей карте. Стадо кретинов, поклоняющихся духом животных. Особенно волкам. Это тебе что-нибудь говорит? Я уверен, что они знают, что произошло с капитаном. А теперь иди и выясни это. Они, вероятно, не сразу поверят тебе. Поэтому возьми вот это. Им это понравится. Ты должен оставаться с ними, пока не выяснишь, что произошло. Станем как брат. Завоюю их доверие. Нам выдали череп Скоала Война. И отметили на карте местоположение деревни Скоалов. Люсиус с нами, конечно же, не пойдет. Должны найти капитана Гариуса. Без него здесь все развалится. Да. К сожалению, не пойдет. Но было бы неплохо. Придется мне тащить своего наемника. Но сначала давайте посетим торговца. У нас есть кое-что по мелочи, что можно ему продать. Хотя, что у нас тут есть? Один только серебряный тот клинок бесполезный. Но все равно нужно от него избавиться. Чтобы лишнее с собой не таскать. Отдаем клинок. Я думаю, что торговаться тут даже смысла никакого нет. Вот этот вот я приберегу. Как уникальный. В общем-то и все. Давайте выгрузим все лишнее. Катану крутую я пока что приберегу. Наверное. Также выложим молотки. Будем постепенно продвигаться в сторону севера. Может быть заглядывать в какие-то интересные места. Сохраняемся. Готовим призыв. Интересно. Очень интересно. Но тем не менее, двигаться надо. Я уже вижу там спригана. Кажется, да. Давайте попробуем, работает ли на ней паралич. Вполне работает. Так. Первый сприган. А вот и второй. Так. И ведьма. А вот ведьма это уже серьезно. Ведьма это уже очень серьезно. Но благо на нее тоже неплохо работает паралич. И она лечится. Ой, ой, ой. Как она жахнула. Вы видели? Давайте-ка как раз протестируем. Вот эти колечки. Кольцо. Нет, подожди. Где они? Вот они. Кольцо трансцендентной мудрости. Блин, придется отказаться, наверное, от изящного нашего колечка. Но ничего не поделаешь. Так. Тут же его снимаем и берем второе. Неизрасходованное. Итого мы на 20 пунктов, получается, повысили колдовство. Теперь главный вопрос. Но вызов золотого святоши стал с шансом 4%. Друзья. Это, конечно, печально. То есть 20 пунктов колдовства ничего нам, по сути, не дают. Это при том, что 73 сейчас. При сотне здесь будет, даже не знаю, процентов 20, наверное. Ладно. Ладно. Снимаем это кольцо. Надеваем, наверное, кольцо Азуры. Будем восстанавливать запас сил. Немножко восстановим магию. Ох, как она... Как она дамажит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это плохо. И надо лечиться. Надо лечиться. Жахнула она не слабо. Чем, кстати? Смертельный ветер. Уничтожает доспехи. Но у нас из доспехов были только сапоги ослепляющей скорости, которые моментально уничтожены. А это значит, что и наш наемник тоже подвергся такому же заклинанию. Уничтожает оружие. Вот это уже хуже. Вот это уже гораздо хуже. Ну и удар холода. 10 пунктов. Там на сколько-то секунд. Ужасно. Просто уставки на меня даже не пытайся агриться. Паралично у нее не особо работает, мы видим. Зачарованный какой-то еще кинжальчик у нее. Наконец-то сдохла. А мы призываем еще одного. Алчущего. Фризовая ведьма. Всего лишь жестокий меч искр. Всего лишь. А сколько проблем. Так, ну и третий сприган. Достается нашему наемнику. Не слабо так. Наконец-то. Сейчас, друзья, чихнул, наверное, опять. Нет, вроде отлегло. Прошу прощения. Так, что у тебя по броне? Да, по броне все печально. Придется броню срочно чинить. Какое оружие, скорее всего? Ну, оружие получше, но тоже до кучи давайте будем чинить. Сразу ухватил, смотрите, топорик. Кстати, может быть, дать ему попользоваться этим топором. Может быть, от него будет толк. Так. Давайте повысим навык. Кузнеца. Не слабо, смотрите, щит пострадал. Ну, в целом, в принципе, неплохо все. Могло быть и хуже. Она своим заклинаниям могла гораздо сильнее. Повредить. Возвращаем. Добро. Пока что обычный меч. Обычную катану. Тут особо серьезных врагов по пути быть не должно. Разве что нам попадется этот самый оборотень. Было бы неплохо. А, блин, слепота же там. Там же, блин, слепота. Подожди-ка. Нам нужно сопротивление магии сожрать. Либо как-то кастануть на себя. А у меня сопротивление только... А, вот на себя. Все правильно. Я же уже надевал эти сапоги. Мы отразили магию. Все, сохраняемся. Спригана. Спригана ничего интересного нет. Движемся. Продолжаем двигаться на север. Еще один сприган. Блин, долго с ней биться. Берсеркер. Два берсеркера. Куча волков. С берсеркером наш наемник, конечно, справится. В этом нет сомнений. Поэтому тратить время не хочется. Лучше обойти этих ребят. Медведь, вот мне интересно, какой емкости у него душа. Поэтому давайте-ка его сагрим и посмотрим. Агрится он хорошо на нашего наемника. На меня не переключается. Это прекрасно. Но он, конечно, довольно живучий. Дамажит неслабо. По частоте, по крайней мере, не промахивается. А вот и душонка. Душонка у него 300, как у костяного лорда. Шкуры эти весят два. Пожалуй, не буду их собирать. Тут есть в игре возможность скрафтить доспехи из шкуры медведя и волка. Опять куча волков. Давайте сагрим их. Посмотрим, почем их души. Так, и вот этого бы тоже. Это я только одного согрел, да? В смысле, заключение наложил. Я вот вижу баг текстуры, друзья. Очень странно. Это вход в пещеру. Туда мы обязательно заглянем. Волчок слабенький. Смотрите, 112 всего. Поэтому, наверное, мы постараемся их обойти. Соль в Йорд. Сохранимся. Ага. Реклинг. И он сразу согрелся. Так, ну давайте Алчущего призовем. Посмотрим, как на него ложится паралич. В принципе, нормально. Парализуется. Это наездники отражают магию, а обычный реклинг, видимо, нет. Что нам тут подсовывает? Невидимость, 45 секунд, и левитация. Левитацию давайте возьмем, хотя я что-то не вижу, куда здесь левитировать можно. На что нам намекают? Ага, и зверушка его здесь тоже. Давайте посмотрим, почем ее душонка. Промазал. А где паралич? Парализуй давай. Так, Алчущий нас покинул. Призываем нового. Но не успел он попробовать паралич. Жаль. Клыкастый щетина спин. Так, это волки. Щетина спин идет в большой камень. Наверное, лучше большие камни все-таки поберечь. Не тратить на этих мелких животных. Стандартный замочек 50-го уровня. Давайте встроим. И рандомный лутец. Дьявольский танто. Огненный щит. Слабенький и призвать кинжал. Цена низкая, поэтому брать не буду. тяжелые поныжи северные. Они неплохие по защите, кстати говоря, и стоят немало. Давайте посмотрим, что предпочтет наш наемник. А у него, кстати, нет поныжей. Да, эндорильская броня без поныжей. К сожалению, не тяжелые, но давайте посмотрим. Все-таки защиты они добавят. Выглядит, конечно, неаутентично, но да ладно. Привередничать не будем. Ну и на выход идем. Больше здесь ничего интересного нет. В этой пещерке. Так, волчки, давайте обойдем их. продолжаем движение наше на север. Так, там я вижу, по-моему, ведьму. Если не ошибаюсь, с медведем. А, говорить ведьму мы не будем. Это квестовый камень. Очень скоро он нам понадобится. Нужно запомнить его расположение. Так, примерно помню, где они стоят, эти камни. Но не наизусть. Это, возможно, вход. Да, это вход. Здесь уже баг с текстурой поменьше, но тоже присутствует. К сожалению, вот этот момент я не протестировал. Ну, сохранимся давайте. Фиель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сразу вот так вот, да? А, и все. То есть он слабенький. Я-то думал, сейчас будет эпичная битва. Зловещий грахл. Тельце. Ну, ничего интересного на нем нет. Движемся дальше. Уже интрига. Сразу грахлы. Вот еще один. Я, кстати, не посмотрел, почем его душонка, а то, может быть, зря я его. По 112, ну пусть будут, как волки. Паралич на них проходит неплохо. Это хорошо. Монетку откуда-то добыл. Так, тут у нас затопленная часть. Очень интересно. Снова грахл. Притом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Притом не один грахл. Так, ну они неплохо сагрились. Давайте позахватываем их душонки и полечимся, конечно же. Все. Два из трех захвачены. Забираем их. Что это, глаза? Да, глаза. Ну и смотрим, ради чего мы тут, собственно, воевали. Зелье... Зелье... Скорость увеличить. Но нет, нам это не нужно. И снова замок 50-го уровня. О, шлем. Тоже тяжелый. Берем кольцо. Пара лича на 5 секунд на удаленную цель. Неплохо. Неплохо. Но это, наверное, нам не понадобится. Что тут по углам? Вроде бы ничего нет. Давайте проверим, что предпочтет нашего яка в плане шлема. Нет, он, конечно, предпочитает эндорильский. Ну пусть просто таскает тогда. Так, что еще можно ему отдать? Ничего особенного мы больше не нашли. Молотки можно отдать. Сохраняемся и движемся к выходу. Странно, что внутри пещер яркое освещение. Достаточно яркое, как будто днем на улице. Понятно, что здесь снег, лед. Но все-таки вот явно здесь подсветка. Игровая условность, это я понимаю, но было бы логично, если бы в пещерах было темнее. Я знаю, что многим это не нравится, там, зрителям. Но это было бы аутентичнее. Там я вижу какую-то гробницу и опять этот щетина спин бродит. Но не будем так слишком отклоняться, медведик. Собственно, щетина спин. Давайте призывать помощь. Так, ну медведя паралич прошел, а вот на щетина спина, по-моему, ни хрена. Так. Че-то он тут пытался парализовать, но медведя только смог, да. А этот кабанчик непарализуемый какой-то. Не успел. Ладно. Ладно, ладно. В медведе ничего нет. Сохранимся. Так, а вот и наездники. И причем сразу двое. Как бы мне их так сагрить, чтобы только одного. Отлично. Сагрился один. И наш Ридгард решил применить магию. Но мы знаем, что эти наездники магию-то отражают. И, судя по всему, он атаковал только самого себя. Пробуем призвать Алчащего. Подросло колдовство. Паралич, мы видим, не проходит. Там пытается лечиться уже. Да, параличом тут и не пахнет. К сожалению. Противники эти серьезные. Было бы интересно посмотреть еще, почем их душа. Тут скорее Дримору нужно сразу призывать, а не Алчащего. Итак, у него шкурка. Ну и самый интересный вопрос. Душа. А, он идет тоже в большой камень. Ну, наверное, не стоит их захватывать. Давайте вот этого потестируем с большим мечом. Ну, в смысле, с зачарованным. Вот таким вот образом сохранимся. И сагрим его. Посмотрим, будет ли быстрее. И вот он уже лечится. Да, дамаг, значит, проходит какой-то более серьезный. Но все равно долго. Опять лечится. Очень долго. И часто промахивается наш Редгард. Это удивительно. Нет, дружище, давай-ка ты будешь пользоваться все-таки незачарованным. Потому что ты почти половину заряда высадил на одного вот этого вот наездника. Шкуру заберем. Весь-то нанимал, но может быть пригодится. Так, 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 так. Давайте сразу Дриморку призовем, чтобы как-то все это ускорить. У этого тоже катана. У этого веки нормальное оружие у Дримора. Но вдвоем они, конечно, побыстрее справились. Это радует. Снова сохраняемся и продолжаем движение. Опять щити на спин. Ну их тут... О, еще пещера. На этот раз без бага. Мрачная пещера. Так, Дримора с нами. Но я что-то никого не вижу. Возможно, это локация квестовая, и я приперся рано. Но это не помешает мне облутать здесь сундучки. Клеймора не нужна. Это забираем. Это нам не надо. Яйца клама. Откуда здесь яйца клама? Колечко заберем. Левитация. Ну, тоже давайте заберем, что бы нет. В общем-то и все. И больше я здесь ничего интересного не вижу. Мрачная пещера. Совершенно пустая. И, собственно, вовсе и не мрачная. Сохранимся. Так, нам надо вон туда. Может, получится обойти его? Не хочется его агрить. Тратить на него время. Мы немного отклонились к западу, поэтому давайте-ка... О! Ну, эти друзья вроде мирные. Опять я вижу наездников. Кто это? Вы слышали этот звук? Может, это наш наемник так? Наверное, это был он. В общем-то, мы почти пришли. К сожалению, вот сагрился очередной щетина спин. Призовем Дримору в помощь. На этот раз у него беспонтовая колотушка двимерская. Там, вон, я вижу, какие-то ребятишки суетятся. Так, все, щетина спина угомонили. Давайте посетим их. Вроде бы они мирные. Да, но с нами они говорить, наверное, не будут. Это квестовые ребята. Поэтому просто запомним, что они тут есть. Я вижу еще одну пещеру. Конечно же, мы ее посетим. Это ребята тоже квестовые. С ними у нас будет проблема. И наездник. Дримора с абонитовым мечом. Есть надежда, что будет все побыстрее. Но неплохо, неплохо. Дримора чаще бьет, чем наш наемник. Может быть, с учетом Дриморы и откровенно говоря, недостатка артефактов у нашего наемника, может быть, от него вообще стоит отказаться. И делать ставку на призванных существ. По крайней мере, вот в ходе каких-то побочных квестов, может быть, не знаю. Все. Угомонили. Ну, потому что что-то мне кажется, что он бесполезен будет. Уже сейчас вот я вижу это. Без Дриморы у нас все происходит довольно тяжело. Вот Дримора нас покинул. А этот пришел с гномской булавой, тоже довольно бесполезный. Ну, пусть будет хоть так. Либо нужно еще завышать ему навык длинных клинков, потому что он изначально ниже, чем у орка был. Это я просто помню. Рим Хоул. По-моему, это квестовая подземелья, но давайте заглянем. Так, сразу же скелетик. Такой мощный скелетик, смотрите. Укладывает Дримору. Еще два скелета, блин. Так, ну здесь, в принципе, нам поможет, я думаю, алчущий. там еще какая-то колдунская морда. Да, это место квестовое. Сюда я пришел рано. Скелетом зачистим хотя бы на входе. И смотрите, наш наемник достал топор в какой-то момент с параличом. То есть, он сомневается, какой навык у него рабочий. Это еще один довод в пользу того, что навык нужно завышать дополнительно. но у скелетов ничего нет. Теперь я буду командовать силами тьмы. Все склонятся перед ужасающей силой. Так, опять там я вижу баг текстур. Но туда мы не пойдем и с этим типом разговаривать мы тоже не будем. Так, я застрял. Сюда мы придем позже по заданию и тогда уже с этой проблемой будем разбираться. Сейчас идем на выход. Баги текстур конечно меня не радуют. Благо это лучше чем было в фуллорест репаке у меня когда... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребятки, ребятки. Спокойно. Спокойно. А что на меня то все согрелись? и параличный проходит. Ладно. Придется использовать невидимость. Так, неплохо они переагрились. Тут же и паралич сработал. Что-то пытаются кувыркаться тут. это не мелкие, да, но говнистые. По сути, выше колен они не достают своими ударами. Один готов, да? Да. это часто промахивается. Очень часто. Но, тем не менее, худо-бедно. Победили. Но с берсерков брать, как правило, нечего. Даже смотреть их смысла никакого нет. Нам нужно подняться вот на этот холмик. Там, собственно, и деревня. располагается. И в деревне нам нужно поговорить с вождем. Вождь в самом большом доме, вот в этом. Давайте, наверное, наемник оставим тут. Зайдем. Так, это брать нельзя. Ну, тут ничего, собственно говоря, брать просто так нельзя. На троне посидеть нам тоже не дадут. Давайте поговорим. Что ты хочешь, чужеземец? Скалы не желают тебе зла, но ты должен следить за своим поведением, пока ты находишься в наших стенах. Мы ни для кого не делаем исключений. А теперь ты хочешь узнать, что я слышал о нападении на имперский форт? Эти солдаты, тьфу, они рубят свои деревья и копают свои норы, им нечего показать после целого дня работы. Они не уважают эту землю и созданий, живущих на ней, и поэтому я нахожу их вызывающими. Но хотя я и не испытываю любви к ним, скалы никогда не опустятся до такого, мы предпочитаем не мешать имперцам медленно убивать самих себя. Но эти создания, что напали, это не были волки этого острова. А теперь ты закончил свои дела здесь? Ты говоришь, что принес кости одного из наших предков? Тупые имперцы. им нужно учиться оставлять вещи там, где они есть. Все же хорошо, что ты вернул их с коалом. Это вселяет в меня надежду, что в твоем сердце еще что-то теплится. Добро пожаловать к нам, но тебе придется много искупить. Как интересно, я только пришел и сразу придется мне все искупить за всех имперцев, собственно говоря, хотя наш персонаж вообще не имперец ни разу. И все же, имперцы из форта не несут этой земле ничего, кроме озарения. Они вырубают деревья и копают землю. Они расточительны, ленивы и беспечны. Они понятия не имеют о единении земли. Именно из этого единения скалы черпают свою силу, а имперцы осквернили эти земли. Вследствие своей беспечности имперцы нарушили естественный порядок вещей – единение земли. Такова уж их природа. Баланс должен быть восстановлен, и создатель должен остаться довольным. Я хочу, чтобы ты вернул уход вещей в правильное русло. Ты должен стать тем, кто восстановит силу скалов. Это правильно, что этим будешь заниматься ты? Что в этом правильном не совсем понятно. Так как именно твой народ опять нарушил равновесие. Какой мой народ? Народ бретонов или какой? Поговори, говорит, с Корстом Ветроглазым, ты найдешь его в хижине шамана. Он даст тебе подробные указания. Или для него вообще все на одно лицо, кроме нордов. То есть бретоны, имперцы, кто еще? Может быть и Альтмеры тоже из этой же. Интересно, вот если бы я был Альтмером, пришел бы к нему, он бы тоже мне сказал, что это мой народ нарушил равновесие. Нестыковочка, друзья, нестыковочка. Но распутывать... Тихо, тихо, подожди. Какой быстрый, Сделан. В общем-то распутать это все мы будем в следующем эпизоде. На сегодня на этом я закончу. Как всегда благодарю вас за ваши комментарии, за просмотры и за подписки, кстати, тоже, потому что 10 тысяч подписчиков до сих пор на моем канале нет. А это не порядок. Все, всем пока.